Добрейшего дня, меня зовут Максим, вы с музыкой канал The Quartz. Еще один ролик в догоночку, после того, как я рассказал про как получить CCN. Многие, кто приехали сюда и у кого поменялись жизненные планы, кто хочет остаться здесь и уже получать грин-карту, сталкиваются с проблемой, а как продать имущество, которое осталось на исторической родине. Продать машину, квартиру и еще что-то. Проблема кажется, на первый взгляд, неразрешимой. Человек вначале залезает на сайт нашего консульства и приходит в ужас от того, что ему предстоит долгий, тяжелый и нелегкий путь или Сиэтл или Вашингтон и пляски с бубном. Путь, хочу сказать, очень непростой и очень геморройный. Но на самом деле проблема решается гораздо проще, если вы немножко проявите смекалку и немножко разбираетесь в законодательстве. Что вы делаете? Если речь касается машины, вы скачиваете с интернета стандартный текст генеральной доверенности, где все-все-все-все-все-все-все перечисляется. У меня была ситуация, почему я четко знаю, как это делается. Пока я живу в Америке, на моей замечательной машине ездил мой друг. И в него въехал какой-то чайник, и сейчас у нас предстоят пляски с бубном с компанией Росна, которая не хочет платить денежку, всячески докапывается. Но я думаю, я эту проблему решу и сниму ролик на эту тему, где подробно изложу, как бороться с страховыми компаниями. Бороться надо с ними жестко, бескомпромиссно, не оставляя им никаких шансов. И требовать с них надо по максимуму, потому что лечить надо, надо лечить. Прописывать им надо очень сложные лекарственные препараты для мозга. От жадности особенно. Так вот, вернемся к теме. Что вы делаете? Скачивайте вот этот текст генеральной доверенности. Обязательно проверяйте, что там указано, что человек, которому доверяете, может в том числе и представлять ваши интересы в страховой компании, и получать страховое возмещение, и быть представителем в ГАИ, ДИБДД, как сейчас называется, и решать все вопросы. То есть подробно все вот это вот излагайте в этой бумажке, на русском языке. Изложили. Потом делайте перевод этой бумажки. Сделали перевод. Ничего ни в одной, ни в другой бумажке вы не подписываете. Вот с этими двумя бумажками вы едете к секретарю своего штата. И просите сделать опоставил. При нем подписываете одну бумажку, ставите дату, расшифровываете подпись. На второй бумажке также вставите свою подпись, расшифровываете ее, вставите дату. Все как это полагается. После чего секретарь штата прилагает туда еще две свои бумажки, скрепляет все это степлером, и ставит на вот этих вот бумажках свою печать, заверяет своей подписью и берет с вас, по-моему, 20 долларов. Очень важный нюанс. Это вот как раз по горячим следам борьбы со нашими страховыми компаниями. Попросите настоятельно на задней странице каждого заверенного документа, вот на русском, бумажка вот эта вот, и на английском, на обратной стороне еще поставить свою печаль. Чтобы наши хитроумные страховые компании не могли придраться, что заверили только вашу роспись, а не заверили сам документ. Пожалуйста, на это обратите особое внимание. Что касается продажи недвижимости, земли и еще чего-то. Таким же точно образом скачиваете генеральную доверенность на ведение ваших дел и также точно заверяете. Я недавно посмотрел ролик с Михаилом Гелядиным, который обнародовал для страны поразительную новость о том, что втихаря правительство приняло очень интересный закон, что без вашего личного присутствия может быть оформлен ваш дом, продан, земля и все что угодно. Вы можете даже об этом и не знать. Соответственно, вот эта бумага, которую вы оформите, будет иметь полную юридическую силу, и ваше доверенное лицо сможет все замечательным образом сделать. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их на канале в специальном ролике «Ответы на вопрос». Я скоро буду снимать уже следующий ролик под вторым номером, потому что вопросов у меня накопилось очень много, в том числе интересные вопросы. Также хочу попросить вас, не стесняйтесь комментировать. Мне всегда интересна обратная связь, мне интересно знать, что думает по поводу моих видео и, опять же, ваши пожелания. Если мои ролики вам нравятся, подписывайтесь на канал. Я стараюсь снимать коротко, емко, не толчу воду в ступе. Если узнаю что-то интересненькое, стараюсь креативно об этом всем рассказать. Ну и рекламируйте мои видео в социальных сетях. Удачи и хорошего дня!